Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Театрная изнанка» и я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актриса, режиссер, установщик, преподаватель и автор уникальных авторских методик Вероника Александровна Косинкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вероника Александровна, в 87-м году вы проходили стажировку в Америке и во Франции. Во время Советского Союза было очень сложно выехать за рубеж. Вы знаете, так сложилось, что мои спектакли, это, например, Петрушевская, которую мало кто играл, а я первый постановщик Петрушевской, первый постановщик драматургии Марины Цветаевой в мире. И как-то так у нас был такой театр на 25 октября. И туда Петрушевская Людмила Стефановна приводила иностранцев. Мы их всех выдавали за прибалтов, потому что по-русски они не говорили. И поэтому об этих работах много писали. И как только произошла перестройка, а у меня не было раньше разрешения выезжать с границы после одной поездки, как-то все поняли там наверху, что нечего мне там делать. И после этого меня сразу вызвали в Рой Харт Театр. И мы там поделились опытом. С одной стороны, я работала там и училась как стажер у замечательных педагогов. Например, один из них Росиньоль, это значит Соловей. У Каи Андерсон я занималась. Это лучший специалист Рой Харт Театра. А потом я сама там давала стажировку по своей методике. Потому что в то время, как у меня был театр на 25 октября, они как-то тоже приехали ко мне и посмотрели. Мы обменялись опытом. Вот такой был обмен. И таким же образом получилось из Шекспирент Компани. И тут получилось так, что я ее пригласила к себе, Кристина Линклейтер. Первый раз она приехала по моему приглашению сюда, на симпозиум Станиславского. Вот. И она до этого, помню, до этого она пригласила меня на стажировку. Это было в Шекспирент Компани около Бостона, Валслой Колледж. Вот я там у них занималась, у Кристины Линклейтер. Получала огромное удовольствие. Туда приезжали люди со всего мира, актеры, чтобы провести капремонт по всем статьям. Конечно, мне это очень было приятно, потому что было о чем поговорить с профессионалами. Было о чем поговорить с профессионалами других стран. Особенно в Ройхарте. У нас там из Аргентины был педагог. Вообще у меня в моей международной лаборатории огромный круг общения. Это Аргентина, это Бразилия, это Марокко, это Бермуды, это Австралия, это Дания, ну и так далее, и так далее. И вот как раз соединять вот эти разнообразные формы и обучение, и разнообразные формы жизни людей, как они там себя ведут, как они поют, почему они поют, или почему они не поют, как они разговаривают. Это было очень интересно, с ними разговаривать очень интересно. В Ройхарт театре вы уже стажировали там студентов? Там нет, я была сначала среди стажеров, а потом я работала с французами. Я делала, например, есть такой театр, Круноп, я делала речевую партитуру, я это делаю у них, Серано де Бержерако, с французами, я занималась стихом с ними, стихами, Растана. А вот ваша авторская методика, метоника? Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Метоника – это такое слово, значит, это так, это метод, это мета, как метаморфоза, метафизика, это тон, это моё имя. Вот это всё вместе называется метоника. Вы знаете, за долгие годы своей работы я поняла, что человек, когда меняет голос или когда начинает контактировать со своим голосом, он меняется, потому что голос – это как запах у цветка, это экстракт всего человека. И когда что-то в голосе меняется, человек меняется, или наоборот, вы, наверное, заметили, обычно замечают другие вещи, что когда человек меняется, меняется голос. Ну, например, вот в театре я обратила внимание, как человек получил звание народного. Он сразу вот так разговаривает, у него уже понижается, уже такой голос очень, тон на два понижается после получения звания. Вот, потом, как-то мне пришлось, я работала со Стекловым, когда он ещё был в Петропавловске, на Камчатке, Владимир Стеклов совсем был молодой. Вот, он не выговаривал половину, по-моему, алфавита. Работяга, невероятный работяга, вот мне что понравилось, настоящий артист, актёр. Вы знаете, он во всё влезал. Вот мы там делали турнир монологов, вот оформление Стеклов там, вот тренинг Стеклов там. И он готовил, я с ним сделала записку сумасшедшего, он до сих пор, по-моему, играет этот спектакль. Вот, и в связи с этим мы, он тоже ходил в сумасшедший дом, нашёл усмелительную рубашку там, всё. Ну, и я тоже сходила, да, ну, посмотрите, он совершенно правильно делал. Он очень, я им сказала, их всех собрала, они очень хорошо, весь этот турнир был, там народу было полно, там всё было замечательно, но я им сказала, вот вы будете просто хорошими актёрами, а Стеклов будет просто замечательным актёром. Ну, как-то получилось, когда он ещё был, вообще не думал об этом. Так вот, значит, в сумасшедшем доме-то что? Когда человек, вот как говорили в древности, спрыгивает с ума, или по-теперешнему крыша у него едет, он, значит, начинает или очень низко говорить, или очень высоко говорить, или там человек переносит инсульт, инфаркт, у него сразу вскакивает голос, повышается. То есть всё, что человек чувствует, всё, что выписано в человеке, вот можно по телефону по одному алё сообразить, что происходит с человеком, и как, и почему. Вот, очень многое можно вычислить. И вообще надо слушаться, вот первое впечатление у человека и создаёт, исходя из голоса того, кого он слышит в настоящий момент. Ну, это очень хорошее, весёлое дело заниматься голосом. Мне нравится. Я занимаюсь этим 45 лет, и что-то мне не скучно. И всё смотришь, там что-то новое, новое, а потом смотришь на людей, с которыми я работаю, как они меняются. Потом, знаете, я так скажу, плохой человек вот голосом заниматься всерьёз не будет. Это занимаются, в общем, такие же, ну, не совсем, скажем, ординарные, не совсем нормальные люди вроде меня. Поэтому я свою компанию собираю вот вокруг себя, и те, кто занимаются голосом, мы привязываемся. У меня все, собственно, самые близкие друзья. Это или те, которые видели мои спектакли, или те, которые у меня были на тренингах, или те, которые со мной сотрудничали. В общем, как-то через голос у меня и происходит вот это вот многоголосие моих друзей, вот этот вот полифония, полифония моих взаимоотношений с людьми, со всеми на свете. А вот культура интонации в чём заключает, и насколько важны интонации? Интонация – это даже собака понимает. Собака-то она понимает, но, к сожалению, люди это не всегда понимают. Дело в том, что очень остро я это почувствовала, когда, скажем, вот во Франции объявляют поезда. Не забывайте багаж и так далее и тому подобное. У нас то же самое. Граждане, граждане, внимание, внимание, поезд номер два прибывает на… Вот и так далее. Как на базаре. Да. Агрусивка была. Вот. И поэтому вот разница чувствуется моментально. То есть отношение к человеку. И у нас эта интонация очень многим обязана, вот нашему великому поэту Маяковскому, потому что была в моде такая… Ну, многие же революционеры, они сидели в тюрьме. Поэтому у нас была криминализация всей страны сначала где-то вот в 17-19 году. Ну, и теперь тоже как-то в 90-х годах тоже у нас… Ну, обратите внимание… Тоже криминализация. Да, я была просто в умилении была, когда на один из новогодних праздников по телевидению на огоньке Леонтьев спел мурку. Ближе к народу. Ближе к народу. Так вот у Маяковского, значит, кто там шагает правый, левый, левый, левый. То есть попробуйте… Можно это прочесть в интеллигентной интонации? Кто там шагает правый, левый? Не получится. Не получится. Или там… Тише ораторы. Ваше слово, товарищ Маузер. И вот в этой интонации-то вся страна и заговорила, и до сих пор говорит. Поэтому нашу Россию можно вот услышать официальную интонацию. У нас, я бы сказала, довольно носит… Не культурный характер. Я не могу это… Это называют пусть как то, как хочет. Да, потому что я приведу культуру речи, я не могу тут высказаться. Значит, вот я как-то делала передачу про мат. Вот. Но не высказывалась даже тогда. Вот, значит… И вот эта интонация… Сейчас интонация должна быть более внимательна, более обходительна с другим человеком. Продавцы сейчас их учат уже говорить по-другому. Вот меня тоже приглашают, чтобы я иногда занималась с людьми. Или там как человек, вот там, алло, алло, вот ты звонишь, куда тебе так скажут, алло, больше не захочется. Вот, как разговаривают сейчас. Ну, теперь клиент, вот, если клиент нужен, и интонация находится. Да, и интонацию как-то находит, знаете ли. А когда человек там, или у него денег нет, или он вообще пришел со стороны, то с ним не церемонится русский человек. А за границей там уже привыкли, там уже культура. Там революция-то была давным-давно, после этого уже люди охолонились. И они разговаривают с людьми вежливо. Вот. Но они вежливо могут так тебя послать. У нас может человек сказать, ну, я тебе не могу, а потом возьмет и поможет русский человек. А, скажем, во Франции, ну, c'est pas possible. Ты ему опять, вот у меня билет, вот самолет отходит. Ну, c'est pas possible, madame. S'il vous plaît, je dois. И все. Так что, знаете, интонация, она, это такая вещь очень интересная. И очень интересно читать, что за ней. Вот. Что за интонация, это читают люди. Ну, люди-то читают, вот, по взгляду можно читать, по движению рук можно читать. Вот артист играет царя, а текст плохо помнит. Вот у него вот так вот рука, вот так вот рука и ходит. А потом говорит, нет, нет, я текст, говорит, знаю. А рука-то выдает. Вот, так что все это вот как-то соединяется, это очень интересно. Потом вот поэтическая интонация. А во всей практически вот Европе сейчас утеряна послестроковая пауза. А если она утеряна, то хорошее стихотворение превращается в плохую прозу. И вот нужно найти мужество в себе актеру. И когда он находит мужество держать эту польсистроковую паузу. Вот у меня была встреча с французской актрисой. У нас она, а не Жарадо. Я попробовала ее попросить, чтобы она у нас участвовала в пушкинской программе. Пришла к ней домой. Она живет в маленькой квартирке в квартале Моррэ, в самом лучшем квартале Парижа. И вы знаете, она мне прочитала одно стихотворение. Вот это очень высокий класс. Вот с соблюдением всех норм, с соблюдением всего того, что учит комедия францез, или учил Станиславский, или Волконский. Но при этом абсолютно органично. И вот так я тоже удивилась. Вот я не очень люблю Депардю. Но когда он играл в Сирондо Бержарак, тоже мне очень не нравилось, как он играл. Потому что, ну что это за Сирондо Бержарак? Так же, как граф Монте-Кристо. У нас настоящий граф Монте-Кристо. Ну, да. А у них-то так же, как у нас настоящий Шерлак Холмс. Но когда он читает стихи, то есть видно, что этот вот такой, знаете, грубоватого вида человек очень подкован, очень культурен, и у него очень глубокая культура. Чтение стиха, обращение с текстом, очень классно он это делает. Так что, эта утерянная культура, она сейчас возвращается. Сейчас я знаю, что вот корпоративные есть вечера. Раньше все больше там приглашали каких-то певцов знаменитых. А сейчас устраивает вечера поэзии. Читает свои стихи, читает любимые стихи. И возвращает нашу древнюю русскую старинную традицию. У нас же домашний театр. Вот Чехов начинал в домашнем театре, я тоже, вот у меня домашний театр есть. Это мы все очень любимые. С детства у меня это было. Дворовый театр дети любят очень. И вот это воспитывает человека. Слышать речь, слышать ее красоту, придумывать какие-то интересные формы речи, сочинять стихи. Вот я тоже, я сейчас вот книжку о речи пишу, я хочу ее написать верлибром. Я уже пишу, собственно говоря, вот про то, как обращаться с текстом. Я даже верлибром пыталась написать. Вот это я обращаю ко всем. Сначала найти текст очень хорошей породы. Должно быть высокое качество и безупречный аллёр. Должна быть созвучна душе и сердце, и разуму выбранная тема. Все три элемента в ней должны прозвучать. Затем рассмотреть внимательно слепок его на странице. Что говорит графика? И топография, и типография. Или это плотность, как у китайской стены. Или на целом листе только одна строка. Надо помнить ещё, что пустое пространство бумаги тоже имеет смысл. Как пауза и тишина. Тишина – это основа любой поэзии, любой музыки. Это, собственно, когда начинает звучать тишина, это значит, уже человек готов прочесть хорошие стихи или сыграть, или сочинить музыку. И такой вопрос. В чем заключается создание речевого имиджа? Речевой имидж важен актёрам, он важен фонетикам. А вы думаете, любым людям важен? Человек, который приходит на работу. А вот посмотрите, ну вот, скажем, да? Красивая женщина. Утончённая, такая барби. И дорого так на ней всё. И каблучки-то у неё высокие. И глазки-то у неё красивые. И всё так у неё хорошо, всё прописано. Как говорит, природа и искусство всё создано. Прекрасно. И вдруг она заговорила. Она говорит, ну, конечно. Ну вот, короче, я вчера была в парикмахерской. Ну так. По-деревенски. Это не по-деревенски. Это сейчас такая манера говорить, которая просто убивает всё то, что в человеке надето. Он должен... Или там человек на шёлком платье женщина. Это совсем другое, нежели она, скажем, в пальто, или в мундире, или в брючном костюме. Это разные вещи. Человек должен понимать, что ткань, которую он на себе носит, и актёр, и не актёр, это становится частью его тела. И, значит, вот если, там, я не знаю, лёгкая ткань, значит, голос должен быть тоже лёгкий. Потому что если лёгкая ткань будет, и вот такой голос, вот такой, это несовпадение. И потом речевой имидж. Например, если человек имеет провинциальный говор. Вот так разговаривает провинциальный говор. А, значит, это люди столичные, люди с хорошим образованием будут смотреть на него, как на человека второго сорта. Хотя он этого, может быть, совершенно не заслуживает. А если он ещё и вакает, как часть нашего прошлого правительства, то всегда это является предметом насмешки, что мы по всем постоянным видели в пародиях. Вот эта манера говорить провинциальную. И человек даже, он карьеру ему сделать труднее. Он может, конечно, там где-то, ну, наворовать денег, стать очень богатым. Это я не про это говорю. Я говорю про нормальный труд человека, что, как он строит свою карьеру. И когда вы устраиваетесь на работу, мне позвонила одна девица, говорит, Ника Александровна, сделайте мне, пожалуйста, сексуальный голос. Я говорю, а вы кем работаете? Я работаю секретарем. Я говорю, знаете, вас могут попереть с работой, если вы таким голосом. А почему? Ну, приходит человек к вашему руководителю, там, с какими-то документами, ему говорите, Вам кого? Или, Вы знаете, Петр Иванович сейчас занят. Ну, как-то, каждая форма речи, а если, предположим, к тебе позвонил ночью какой-то знакомый человек, да, пожалуйста, ты можешь с ним, может быть, и так разговаривать. Но каждый жанр, то есть наше пребывание в жизни и на сцене, и публичное, и интимное, имеет тысячу форм и тысячу жанров. И вот чем больше у человека жанров, и он лучше понимает, ну, как, например, куда пойти одеться, одеться по сезону, одеться потому, мне один раз преподала урок одна моя очень хорошая подруга Марина Князин. Я должна была выступать по-моему, ну, выступать среди ученых, очень хороших и настоящих. И вот я, значит, начала спрашивать, а как мне одеться, как выступить? Она говорит, Ника, имей в виду, что это люди, которые сейчас очень мало получают денег. Она мне все сказала, я все поняла. То есть нужно всегда понимать, чтобы подружке невесты не быть наряднее, чем сама невеста. Нужно понимать, кому ты пришел. Нужно человека не обидеть каким-то обилием, какого-то блеска, если этот блеск никому не нужен. Все зависит от того, куда ты пришел, с кем ты разговариваешь, что ты хочешь добиться, и какое твое пожелание, какая идея твоего пребывания, твоего диалога. И поэтому, если важное какое-то совещание, важная у человека встреча, он к этому готовится с вечера, он думает, с кем он встретится, и как сопоставить свой образ с образом того человека, и как повернуть этого человека к себе в самые лучшие грани. Это тоже, в общем, если хотите, закон правильного общения с людьми. То есть у человека масса грани, можно повернуть, а повернешь его хорошей гранью, и вот нужно думать как. И это не хитрость, это не приспособленчество, это искренность и стратегия. То есть я проявляю свою искренность, но какую я форму нахожу. Поэтому я вот это вот, вот это, НЛП, это я не люблю это все. Знаете, манипулировать, манипулировать можно как? Пошел на базар, поторговался и забыл этого человека. Хотя вот я хожу на базар, у меня есть такой базар, когда я общаюсь с продавцами, я с ними очень люблю разговаривать, особенно это из Азии люди, я родом из Азии, у нас уже там свои знакомые, у нас свои там, я говорю ему, як шми сэс, я говорю, рахмат, и мужик, а я говорю, лепешки есть свежие, я говорю, я говорю, как-то рахмат, и в общем начинается, и я с удовольствием прихожу к одному и тому же продавцу, скажем, на базаре, вот, а вот манипулирование, человек потом все понимает, с друзьями нельзя манипулировать, потом, потом рано или поздно разгадывают это все, и потом неискренность человеку, мне кажется, она неудобна, лучше быть искренним, просто неудобно, все время что-то там хитрое, как-то занудно, врать там что-то, да, 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 как-то, потом еще, что-то наврешь, потом забудешь, надо все помнить, вот, поэтому я считаю, что человеку искренность на самом деле, это не я придумала, искренность это самый лучший дипломатик человек, вот, но форму нужно найти для этой искренности. Метоника, это в первую очередь голос и речевой имидж. Ну, речевой имидж исходит прежде всего из осанки человека, если человек криво сидит, горбится, у него речь будет тоже, в общем, какая-то несколько увечная, поэтому человек прежде всего должен расположиться в пространстве, чтобы себя чувствовать, вот, часть этого пространства, чтобы он знал, где у него опора происходит, чтобы вот опора, например, она бы, значит, как-то, ну вот, центр тяжести у него правильный был, то есть человек просто должен общаться с пространством, иметь свое пространство, в это пространство впускать людей, сам распространять, и брать, понимать акустику, что такое акустика, и, кроме того, понимать свое место в том пространстве, которое он занимает, и быть в ладу с самим собой, со своим голосом, это все требует работы, потому что это не всегда у нас получается, даже у тех, которые очень долго этим всем занимаются, у меня, например, очень часто не получается. Театр-лаборатория Тембр была создана вами. Да, это было еще до перестройки, бог знает когда, и мы сделали такой спектакль на древнерусском языке «Слово полку Игореве». Вот вы знаете, сейчас у меня такая же примерно ситуация, вот как-то, знаете, тогда начались события в Карабахе, и вот все, что написано в слове «Полку Игореве», вот знаете, вот как-то этот вот Карабах, вот для меня это была какая-то история о Карабахе, для меня это очень живое дело было. И когда мы делали на древнерусском языке, вот не поленились, полтора года работала вся группа, на этом они воспитались, ребята, и это было наше такое очень важное дело. И когда нас посмотрели критики, они сказали, ну, этот спектакль будет интересен нескольким филологам. Вы знаете, к счастью, их прогнозы не оправдались, они нам не финансировали этот спектакль, и это был спектакль, который финансировали зрители, потому что после их обсуждения остались зрители, и одна зрительница говорит, знаете, а у меня есть сто метров ткани, хлопчатобумажной, нужно, чтобы вы пришли, взяли, сшили костюмы, мы взяли, сшили костюмы. И я скажу, этот спектакль, он дошел до Бразилии, потому что когда был симпозиум Станиславского, этот спектакль увидели, Петер Брукова видел этот спектакль, и у нас была масса приглашений, и в самое трудное время у нас как раз были очень интересные гастроли, к шведам это были замечательные совершенно гастроли, потом в Бразилию мы ездили с этим спектаклем, и тембра это была задача первичная, чтобы каждый человек нашел, тогда еще я даже не думала о театре, это собственно у нас не была задача сделать театр, или актерами там, а задача была такая, чтобы каждый нашел свой способ жить в нашей стране, в том месте, где он живет, чтобы он нашел способ жить интересно. В целом случае, вот я живу, для меня, я не скучаю, я всегда интересно живу, я скучаю только, когда сижу на плохом спектакле, и я не могу ни вязать там, ни шить, ни писать ничего, ни поговорить, сиди и смотри. А в принципе, вот всегда что-то есть интересное, и мне показалось очень важным обучить этому людей, которые ко мне пришли. И в общем, каждый из них нашел свое место. Один из них, кто ко мне пришел, с кем мы это все начинали, это Ильшан Мамедов. Вот сейчас он продюсер, очень известный, занимается театром. Это всегда была моя радость, моя опора, мое удовольствие. Это был Ильшанчик, любимый мальчик. Если он меня слышит, я буду очень рада. Вот он уже совсем не мальчик, он уже совсем взросленький, он очень умный, и он играл у меня Половца, Слоя полку Игореве, а потом он играл Орфея в опере «Скунигса, не оглядывайся вредик». Совершенно замечательный. Ильшанчик. Так, вот касательно спектаклей, была еще франко-русская постановка «Гамлет»? Их было несколько. Постановок был чеха, франко-русский, три сестры с тембром, а потом был «Гамлет». Там был у меня французский композитор. И вот «Гамлет» это такой интересный он был. Там мне показалось интересным с помощью Екатерины Дороховой, это для меня громадный авторитет, Екатерина Дорохова, консультант по фольклору мировому, это удивительный совершенно ученый, Катя Дорохова. Она у меня, ей уже был где-то к 50-ти, она у меня впервые в жизни сыграла Гертруду. Замечательно! Потому что, когда я повезла на конгресс в Бермуды, был конгресс шекспировский, я повезла клип. И когда они увидели эту замечательную Гертруду, а по Лоне у меня был актер Шерстнев, это палач, лильский палач, вот знаете, этого актера. И вот она, собственно, мы соединили культуру, скажем, 17-го века Руси с культурой Англии. Я провокационный вопрос задала, сидели ученые, убеленные сединами, шекспироведы со всего мира. Им очень понравился этот показ, они пригласили этот спектакль на несколько фестивалей. И, значит, я задаю провокационный вопрос. Я не сказала, музыка какая? Я говорю, а вот скажите, вот у нас там исполнялась музыка, вот как вы считаете? Да-да-да, это древняя шотландская музыка. Я говорю, ничего, это петровские русские канты исполняются. Я была очень горда, и если бы это не Катерина Дорохова, конечно, не удалось бы сделать такого. Потом, у меня Гамлет сидит с Горацио, и они поминки устраивают, и они поют казачью поминальную песню. А потом еще у меня Гертруда, когда Гамлет, когда они ссорятся с Гамлетом, и когда они в конце примеряются, она его кладет, как маленького. Я это очень понимаю, у меня сыну 45 лет, Данилка у меня сын такой, Данила Косенков, ему 2 мая исполнилось 45 лет. Вот вы знаете, ощущение, что это ребенок, оно всегда остается. И вот мы увидели вчера, и вот я ему так за ушком почесала, и вот, понимаете, колыбельную хочется петь. И вот она спела над Гамлетом, колыбельную. Вот такая сцена была только у нас. Такой сцены никогда в Гамлете нигде не было. Вообще, мне очень нравится делать то, что никто не делает. Вот еще интересно поговорить про международный культурный проект «Пушкин без границ». Это такой... Выставили несколько спектаклей. Да. Это, значит, к счастью, существует такой фестиваль во Пскове. Пушкинский фестиваль. Вы знаете, как-то так получается, что не на все фестивали попадаешь, и не на все фестивали хочешь попадать. А вот этот фестиваль, вот псковские вот устроители этого фестиваля, они, вот как-то я их очень полюбила, и постоянно туда приезжала. Мне так нравилось туда приезжать, потом к Пушкину ехать в Михайловск, а потом приезжал туда всегда непомнящий Валентин, Рассадин, такие совершенно замечательные люди. И знаете, когда такой человек скажет что-нибудь хорошее про твой спектакль, все остальное уже не имеет никакого значения. что тебе скажут критики, которые позавчерашний театр будут, которые знают уже у них свои авторитеты, и вот приезжаешь их слушать, приезжать слушать, приезжать слушать то, что мне скажут про Пушкину. И я туда повадилась и привозила французов. И нашла одного француза, был дуэт с Пушкиным, такой спектакль, когда Пушкин приезжал на велосипеде, Филипп Сен-Пьер. Но до этого я, значит, начала такую во Франции, ну, как-то с Францией мне легче, потому что я разговариваю по-французски. И, значит, там удалось сделать филиал моей лаборатории и французов учить на Пушкине и на Чехове. В результате были какие-то спектакли, которые мы могли привозить в России на Пушкинский фестиваль, скажем. И вот мы привозили два франко-русских спектакля. Один это был «Вьются тучи» назывался спектакль, вот, а другой спектакль это был «Дуэт с Пушкиным». Моно-спектакль, который играл. Да, еще третий был спектакль, тоже мы, он сейчас идет уже 15 лет, во Франции, что 15 лет шел «Моно-спектакль», два раза он показал его в «Авиньоне». Это сказки Пушкина. То есть, мы начали с детей. Хитроумные истории, господину Пушкина. Это Жан-Люк Бансар, театр называется «Ле Теруар», выдвижной ящик. Маленький театрик, и вот, значит, мы с ним сделали Пушкина. Я вам скажу, что самое интересное было как раз работать с интонацией, потому что придать, скажем, французской речи, вот такую русскую интеллигентную интонацию, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, легко. Дело в том, что в XVIII-XIX веке все русские говорили по-французски, поэтому интонация это очень близка. И вот ее, когда находишь, и когда через французский язык слышишь русскую интонацию, ну, это безумно красиво. И это очень всем нравилось. А вот последний ваш спектакль «Антигона». «Антигона всегда». Почему я сделала «Антигона всегда»? Потому что «Антигона» идет в нескольких театрах, в том числе на Таганке. И вот какие-то знакомые пошли тоже. «Мы пошли смотреть на Таганку, Антигону, а там нету Слуцкой». У меня Слуцкая Ирина, значит, фигуристка знаменитая, она играет Антигону. А почему всегда? Потому что она всегда. Вечно. Это вечный образ, потому что сейчас, на мой взгляд, очень актуально ставить про то, как закон попирает традицию. Если закон не связан с традицией, не уважает традицию, то это будет всегда война, что сейчас и происходит. Почему у нас такое, с Чечнёй такие отношения, почему у нас распался союз. многие это исследуют. Я это понимаю так, что, когда разрушали церкви, то рано или поздно получалась отдача, как сейчас говорят, ответка. Вот ответку мы сейчас всё это и чувствуем на себе. И находятся такие люди, как наши священнослужители, которые жертвовали жизнью ради веры. Находятся просто люди, которые ради честности, ради своего понимания долга, они не подчинялись власти, которая была неправедной в настоящем моменте. Можно судить с разных сторон. И вот «Антигоны» это про этот спектакль. И почему там Ира Слуцкая, потому что она как раз такой человек. Это человек совершенно не блатной, это женщина, которая, несмотря на очень сложные жизненные обстоятельства, добивается своего удивительной дисциплины человек, и, к счастью, нет никакой звёздной болезни. Или, если есть, она, во всяком случае, со мной не проявлялась никогда. И потом она очень интересно работает. Это будет трагическая актриса. Она поставила себе цель быть в театре на том же уровне, как в спорте. И я верю, что она эту цель выполнит. То есть Ира, уйдя из большого спорта, сейчас... А, ну почему уйдя? Она никуда не ушла. А зачем? Вы знаете, есть такое философское определение гения таланта и способности. Вот считают, что вот способности. Есть одна у человека, ну вот он может там, я не знаю, быть хорошим плотником или там прекрасно печь хлеб, да? Потом возникает несколько способностей. Это называется талант. А несколько талантов это уже гений. Посмотрите, сколько всего мог Леонардо да Винчи. Никто не спрашивал. Знаете, вы вот тут мост спроектировали, значит, что вы завязываете с тем, что вы художник? То есть это вообще какой-то вопрос странный. И самое интересное, что его все задают. Человек просто хочет попробовать в рядом лежащей профессии что-то, потому что артистизм никто не отменял у фигуристов и в спорте вообще. И поэтому она себя пробует и она хочет тоже и это делать хорошо. А потом она смотрит свое будущее, ей интересно, ей интересно, может быть, сниматься, она очень интересная, она очень органичная. И если она что-то хочет, это все не случайно. а вот мне нравится, что именно как бывает часто в моей жизни, вот я как-то первая открываю ей дверь в театр. Может быть, в кино, я постараюсь ее обязательно показать очень хорошим режиссером, потому что она человек очень глубокий. То, что она сейчас делает, это еще где-то 20% того, что она сделает. Это будет трагическая актриса Ирина Слуцкая. Вот еще такой штрих в вашей биографии о фильме «Еди и смотри» Елена Климова вы работали с актерами над тяжелыми эмоциональными сценами по оригинальной методике. Да. Что это заключалось и что за методика? Вы знаете, потом там меня держали, по-моему, за экстрасенсы или еще. Это был тренинг, который я сначала дала Кравченко с матерью просто смеяться каждый день три минуты смеяться, просыпаясь утром. А потом просто с ними мне Элен Климовым показывал, вот так мне показывал. Потом я отводила его в лес, потом приводила. То есть это была вот такая работа. Просто страховала их, потому что очень тяжелые были сцены. Очень много работала с Ольгой Мироновой, которая не актриса вообще, но она очень фактурно подходила к Лимову и вот ее монологи все, это все разработка была по метонике. Вот у нас перед нами стоит марокканская маска. Пушкин помимо Франции зашел еще и до Марокка. Вы знаете, у Пушкина есть восточный цикл, подражание Корана и все. И когда-то мне на какой-то конференции я постречалась с педагогом Королевской театральной школы Марокко, театрального института, не хотите ли съездить в Северную Африку? Я говорю, конечно, хочу. И вот я там поставила спектакль «Пути поэта». Вы знаете, это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Начиная с того, что мы играли этот спектакль в Зудайя, это такое место, где снимался когда-то старинный фильм «Багдадский вор». Это портик, там фонтан, внутренний двор, там майолик, там ужасно красиво. Мы играли этот спектакль. И это были очень интересные ребята, вот я хочу показать. И вот каждый из них, у меня было много Пушкиных, они все похожи на Пушкина. И у меня был Сахарец абсолютный, у меня был Бербер. Их педагог у меня играл Нищего. Вот где он у меня тут. Вот я куда-то в другое место положила. Ну вот это они играли подражание Корану, и они пели. Вы знаете, у них вот эти школы коранические, они же прекрасно чувствуют стихи, вот эти суры. и поначалу они не очень понимали, частично они сами переводили, и вот они делали такие, там был танец, там был барабан, они прекрасно пели. Но когда они исполняли Пророка, я не знаю, каждый раз, когда вспоминаю этот спектакль, я смотрю и плачу. Вот, это масочка. А маска это Пушкин тоже. Вот наденьте лучше на себя и посмотрите, как меняется лицо. Это был Пушкин, самый маленький, у нас был три маски, большая и самая маленькая маска Пушкина. Это как посвящение его в поэты, перед ним держали эту маску и он превращался в поэта. Они очень интересно пели, у них такая есть песня, значит, и дыр ее поет, и дыр такой есть певец, кабирская, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ли-ля. А теперь анали–ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь я вам спою, как они пели это. Буря мглою небо кроет, вихры снежные крутя, то как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. И, знаете, они так здорово это пели, потом они пели по-арабски, потом они пели по-французски, вот, а заканчивалось это тем, что мы обливали водой зрителей, все страшно радовались, в общем, таким образом я их покрестила, арабов. Это был один из моих любимых спектаклей, вот, и вот эта маска, как раз когда Пушкин, там был момент, когда поэт, он живет, и вот он испытывает разные искушения, соблазны, и вот когда он, значит, поддался соблазну, к нему подбежал наш Бербер, и так раз маску перед ним подержал, маленькую масочку. Вот, и они все смеялись, зрители тоже смеялись, потому что они поняли, что поэт становится маленьким. У нас еще вот тут фотографий много, это фотографии с мастер-классов. Да, вот эта фотография, это где-то между Белгород, Старый Оскол, Белгородской области, существует семинар, два раза в год мы собираемся, новое поколение, он уже существует три года. И вот это вот они в Сочи, вот это поколенцы наши, вот такая компания. И мы занимаемся метоникой, потом там замечательные педагоги, вот такой из Кубы у нас есть педагог, Феликс Инсуа, он учил их латинским танцем, и вообще, ну, когда Феликс приходил на занятия, мы занимались в каком-то доме отдых, собирался вообще народ со всех сторон, а Феликс, он совершенно не зажатый, Феликс, он свободное вообще время, он гулял, он танцевал, он пел песни, и вот мечтает сюда приехать, потому что он говорит, так, как ваши ребята быстро учились танцевать, я говорю, так в Америке, он в Нью-Йорке преподает в Нью-Йорке. Потом были, у нас преподавал, например, Игорь Стоянов, то есть манеру одеваться, тот директор вот этой сети персон. У нас очень интересные люди там преподают, у нас из Франции преподавали Жак Сальзер, это третейский судья, он по профессии, он автор многих учебников по, вот как медиатором быть, как, значит, быть третейским судьей. Ну а вот, что касается, замечательные фотографии, а это, это в Австралии, значит, меня пригласили на конгресс шекспировский, где я сделала доклад по Шекспиру, вот по Гамлету и по речевой партитуре в Шекспире. И я, конечно же, сбежала с какого-то там занятия, с каких-то там по-английски, там мне все сложнее было, и я пошла в зоопарк, Лонг Пайн называется этот зоопарк, Лонг Пайн, и там мне дали на ручки калу. И еще одно удовольствие было, это чесать брюхо кенгуру. Вы знаете, ничего лучше этого я многие годы не испытывала. Причем я пришла туда на другой день с пакетом еды, значит, ну там раздавала еду всем кенгурушкам, там у них загончик и кенгуру всякий там, один там у них босс, он такой большой, он меня вообще весь пакет отобрал и говорит, ладно, ну так, посмотрел на меня, дескать, я пойду сам раздавать. А потом я смотрю, еще другой подошел, я ему даю, значит, еду, а он так лапочкой отодвигает и ложится на опять на бочок и подставляет мне брюшко, это он со вчерашнего дня запомнит. Мало того, он мне так лапкой показывает, вот тут чеши. И причем даже, я его немножечко так, он так потребовал сильно. И вот он лежит, брюшко это все у него наружу, это пуховенькое. Ну, это, конечно, я про Шекспира забыла, я забыла про семинар, я ничего не помнила, я только видела этого кенгурушечку и этот калочка, который меня лапочками своими обнял, у них такой мирный вид и такое спокойствие разве. Это все ночные животные, днем-то спят, вот мне дали на ручки сфотографироваться с калой. Так что, вот видите, Шекспир какие-то дороги-то открывает. Приезжаешь делать лекцию про Шекспира и брюхо чешешь кенгуру. Это взаимосвязано. Взаимосвязано Шекспир с кенгуру. Потому что раньше были колонии там в Австралии, колонии Англии. Вот, потом, знаете, вот профессия режиссера и то, что это лаборатория интернациональная, да, это возможность посмотреть разные спектакли. Ну, и вот я как-то отзываться так не люблю в прозе. Я вообще пишу сейчас книгу в стихах о спектаклях, обо всем белым стихом мне понятнее. Вот поэтому у меня есть несколько таких высказываний. Это как-то я тоже, меня берут иногда как тренера психологического, чтобы людей довести до такого состояния, чтобы они на стенку лезли. Все через голос. А потом, чтобы у них не было никаких последствий. И договор со мной составляется так. Подготовка к стрессу, страховка во время стресса, вывод из стресса и рекомендации после стрессовых сцен. Так вот, значит, мне пришлось на одном спектакле человек 20. Там такой был психологический тренинг, и вот они должны были там рыдать, в общем, что-то такое. И, вы знаете, меня поразило, вот то, что я поразила, я, пожалуй, вам почитаю. Я посвящаю это стихотворение людям массовки. Люди на обочине, люди из массовки, не бесчервоточины и не без рисовки, бегают по кругу перед прорвой камерой, а звезда поругивает массово и камерно, а звезда капризная, что-то слишком вольно антураж разыгрывал массовое больно, антураж разрыдывал кадр слезами истого, а звезде не выдавить и слезинки искренно. У звезды все к лучшему, на день полтораста, складки от утюжины на киношной маске, а что кадр не ладится, это лишь детали, по массовке катятся слезы натуральные. Поэтому я очень люблю работать с людьми, и мне не важно, сколько они работали в театре, иногда те, кто очень долго и вроде бы благополучно работает в театре, от него мало что можно добиться, потому что он уже закрыл сам себе поддувало. А иногда, например, Ирина Слуцкая, она работает как профессиональная актриса, она очень мало репетировала, гораздо меньше, чем остальных 16 человек, занятых в этом спектакле. Но она не отстала, она дома работает, то есть дисциплина вот этой работы, это качество очень немногих людей. Шаляпин же говорил, что самое главное качество таланта – это трудолюбие. И вот здесь уместно, пожалуй, сказать, что вот смотрите, сейчас звезды в цирке, звезды на льду танцуют, как они стараются, как они вкалывают. А ведь посмотрите, нету такого, что вот, ну, песни там они поют, а вот чтобы монолог прочитать, это ведь посложнее. Это нужно, знаете, сколько работать, чтобы просто прочитать шекспировский монолог. И поэтому вот… Там же еще энергетика. Там, а главное, все это не видно тут, не скачешь, не прыгаешь там, не поешь. Костюм на тебе, в монологе особенно не разгуляешься с костюмом. Вот тут нужно иметь столько там, иметь такую глубину, такую грамотность, что, в общем-то, сейчас не очень решается. Я устраивала такие турниры монологов, и из этих турниров вышли актеры очень интересные. Но это сумасшедшая работа. Это трехминутный монолог, это может готовиться полтора года. И это не чтецкий монолог, это актерский монолог должен быть. Так что это очень большая… Это работа человека над всем, и над движением там, и над… То есть необязательно ему даже двигаться. Но речь – это внутреннее движение всего человека. Вот поэтому это, конечно, большая работа. Вот сейчас с Афоклом получился, это перевод Мережковского. Мы работали полтора года. Полтора года, потому что хор греческий – это и вокальный голос. И работала с нами Ольга Логинова, заслуженная актриса, артистка, певица. Она потрясающая оперная певица. С нами работал Геннадий Абрамов. Это один из лучших специалистов по танцу. С нами работали с актерами масса интересных людей. Я продолжаю перебирать потихоньку трофеи, которые нам Вероника Александровна сегодня принесла. Боюсь прочитать… Масака Инна. Масака Инна – хокутанка. В переводе Ники Косенковой. Это японские стихи. Да. Вы ещё владеете японским. Нет, я не владею японским. Мне просто дали компьютерный перевод. Поэтесса погибла. Вообще непонятно, как она погибла. И, в общем, перевод этот существует только в одном экземпляре. Вот в этом? Да. То есть был подстрочный перевод, из которого вы делали рифмованный. А может быть, вы по своему выбору что-нибудь зачитаете? Это я книгу сделала для друзей. Весь мир для тебя. Выбирай, что захочешь. Звёздами всё давно решено. Возлюбленный, как пышный цветок, Ты – его стебель. Хватит ли сил не сломаться в плохую погоду? Прежде чем печатать стихи, Подумай, откуда они появились. Жаркое лето не знает пощады от мух. Ну вот такие у меня. Дерево мёрзнет без листьев в ожидании лета. Почему тебя кутают в жару, А на холоде – на гишом? Вот это для друзей у меня книжка такая. И у вас ещё есть методика работы с голосом, Постановка голоса у так называемых непоющих людей. Это даже не постановка голоса. Вообще постановка голоса – Я не могу сказать, что я занимаюсь этим. Я занимаюсь, как сказала Линклеттер, Я, пожалуй, поддерживаю это мнение. Высвобождение голоса из человека. Голос должен быть такой, Какой вот человек когда-то дал бог, Но кто-то этот голос понял И умел с ним сотрудничать с этим голосом, Сожительствовать. А другой человек, может быть, Слушал какие-то другие голоса, И так и не смог свой голос проявить. И всё, что вот я хочу обратиться, Кто меня слушает сейчас. Вот когда вам говорят, У тебя нет голоса. Когда вам говорят, У тебя нет слуха. Когда детям говорят родители, Не пойте, а противный голос. Вы должны знать, Что это всё предрассудки. Потому что вот кто видел кошку, Которая не мяукает. Если она не мяукает, Значит, она больная. Вот так мяукает. А здоровая кошка, Так мяукает хорошо. Так вот все кошки нормальные. Если она больная, Её нужно лечить, и всё. Или там, представьте себе, Сен-Бернар, большая собака. У неё родились кутята. И кутята так, Вот так вот скулят. А мама им скажет, Что-то ты вот лаешь неправильно. Ну, ребёнок-то, вот кутёночек, Он должен же ещё, У него окрепны должны связки. У него возникнуть должно Вот это вот сочетание слуха, Голоса, слышания и воспроизведения. И сразу сказать, Ты не можешь. Но кто-то быстрее может, Кто-то медленнее может. Но я работала во Франции. У меня был семинар. Это кликнуло клич. Такое есть место На берегу Атлантического океана. У нас такой вот клич. У меня что-то я вот кликаю, Кликва, а что-то не получается. Как-то вот не получается у меня в России Сделать такой мастер-класс. А тут у меня было 4 дня, И это был такой... Интеллигенция приехала на берег Куча там народу, На берег Атлантического океана. У меня было 4 дня, По 3 часа. И я думала, ко мне придут, Но человек 20. Пришло 120. И вот мы их учили. А там еще море, грязь. Вот значит, я их ногишом раздену, В грязь окунаются они. Потом из грязи Сидят там в грязи, Ну, морской грязи. Значит, сколько можно? У них ощущение, что они уже умирают. Потом они выскакивают и орут. И они слышат свой голос вот этот вот, Понимаете? И самое интересное, Что нам еще одолжили церковь, Церковь 19 века, Ой, 13 века, Которую построили французы, И которую наши русские скауты поддержали, Чтобы она не упала в море. Там набрали денег и сделали. И в этой церкви, значит, Они все пели. И потом я... У меня есть запись этого всего дела. Называется это Завтра ты запоешь. И вот эти вот 120 человек, Это был полифонический хор. Они научились петь в 4 дня. Но это были всякие такие занятия. Потом они пели дубинушку. Потом они спели вечерний звон у меня. Французы. Но вот тогда я сама убедилась, Что главное, Это психологический барьер человеку. Вот я не могу. А кто сказал, что он не может? Это ж... Вот руки нет. Нет. А голоса? Голос у всех есть. Собака лает, кошка мяукает. Почему? Голос у всех есть. Только есть какой-то винтик, Который нужно обязательно найти И подкрутить этот винтик. И получается чудо. Это, знаете, как ловкость рук никакого мошенства. То есть ты находишь, вот почему человек не поет. Это может быть биография, это может быть еще. Может быть, там у него просто боится. Там разные есть причины. И знаете, у нас два человека было, которые потом пели. И это стало их профессией. То есть в России вы таких семинаров еще не проводили? Пока нет. Нет. Я научила двух-трех человек, во время другого семинара у меня запели. И запели в один день. Вот. Тоже. Я просто сделала. Очень уж у меня руки чешутся это делать. И я сделала в речевом семинаре вот такое вот получасовое занятие. И получилось. И потом они стали работать и пели. Потом говорят, Ника, мы поем. Так что получилось. Но это такие были единичные случаи. Или там на индивидуальных занятиях я выучила, например, одного человека, занимающего очень крупный пост, который не пел. Мы приходили рано утром к нему на работу, когда еще аппарата его не было, я брала его под ручку, и мы с ним пели день-ночь, день-ночь, мы идем по Африке. Так я сочетала ритм. И он, а голос какой у него совершенно замечательный, красоты. А главное, он поверил, что он поет. А вот вас еще приглашали в Эфиопию. В Эфиопию был разговор с Эфиопией, но пока еще я там не была. Я предпочла тогда Австралию. Потому что Австралия, это туда добираться очень долго. И причина была Шекспир. Я еще хочу туда поехать, там я попутно Шекспиром друзей завела, они уже ко мне приезжали сюда. Кенгурушки. Кенгурушки. Вообще почесать брюшко, можно там больше 20 часов лететь. Только чтобы кенгуру почесать. Почесать брюшком кенгурушки. Я знаю, что тот самый, причем я обратила внимание, там на ушки был такой, ну в общем какой-то изъянец. И тот самый был кенгурушка. Скажите, пожалуйста, про выставку, которая проходила в 98-м году, Никит Дум в диван до Виньона. Интересное название? Это было... Понимаете, всегда интересно делать вот что-нибудь такое... Ну вот это Высоцкий лучше сказал, а на нейтральной полосе цветы какой-то необычайной красоты. Так вот, на нейтральной полосе. Мне был такой там салончик маленький, сейчас его нет, около театра Калегина, etc. Был художественный салон. И мне говорят, мы хотим устроить Ваш творческий вечер. А я говорю, а сколько Вы мне даете времени? И потом мне пришла в голову совершенно сумасшедшая идея, это Новоарбат. Я говорю, знаете что, я, пожалуй, выставлю свою квартиру. Я поставила туда нашу старинную мебель, портреты друзей, все свои 50 шляп, джелябы, которые я привезла из Марокко. Их, по-моему, 30 джеляб я привезла, потому что красота необыкновенная. Джелябы – это национальная одежда женская, мужские джелябы тоже есть, очень красивые. Я там ходила в джелябе, естественно. И, значит, все это повесила, все это можно было мерить. Там у меня шарфов штук 60 было повешено. И туда приходили актеры, с которыми я делала какие-то работы. Они играли там спектакли на диване. У меня всегда огромный диван. И все это было выставлено. И что-то такое недели две эта выставка была. Называлась она «Никин дом». И туда ходил народ, и все очень радовались. А где-то в последние дни мы устроили такое шествие. Все женщины надели джелябы. Впереди поставили такого человека, его зовут Искандер. Он как, значит, как будто это его гарем. А я была старшая жена. Мы подражали арабскому, прошли по всему новому Арбату. Такой группой. Получали все совершенно бешеное удовольствие. Вообще-то все должно приносить удовольствие. Вот занимаешься голосом, попробуйте, если кто-то хочет позаниматься голосом, попробуйте такую вещь сделать. Просто вот так постучать. И так. И вот возникает второй звук. Возникает второй звук. И когда человек возникает, и вдруг ризонирует, начинает грудная клетка. И человек при этом испытывает удовольствие. Или там он скажет И. И обычно учат так И говорить. вот так а и если произнести его вертикально а потом вот сделать еще так и и послышать как вибрации идут в руки это вообще доставляет бешеное удовольствие и все кто занимается голосом я стараюсь найти такие упражнения которые вот вибрации эти вот человека расслабляется ему нравится и и тело это быстро хватает и человек начинает хорошо разговаривать еще упражнение покажите ну вот еще у нас что получается очень часто у людей страдает шипящий лен очень тихо говорит знаете что смешно люди почему-то думать что рот раскрывается здесь а рот раскрывается вот здесь как коробочка и часто люди вот так вот тут его раскрывает и зажимает а вот если зевнуть вот попробуйте зевнуть хорошо от души зевнуть вот зевнули открывается глотка вот есть там должно быть базе войти уже надеваете это самое лучшее природное упражнение и вот когда зеваешь то можно еще что сделал поднять ушки как у русских ушки на макушке вот французы это называют когда с ними занимаюсь ушки на макушке вот я им говорю ушки на макушке вот когда поднимаете уши и раскрывается глаза то раскрывается все внутри вот и можно так растопырить руки посмотреть на солнышко солнышко у нас сейчас прям шикарное и так сказать на полу зевке и человеку нужно при этом раствориться в пространстве и вот он тогда услышит свой голос можно кричать потом но когда человек кричит ему нужно обязательно потянуть коленки потому что если коленки не подтянут это можно сорвать голос а если коленки подтянуты или как в триумфальной арке выразилась одна особа у которой была прекрасная осанка нужно зажать между ягодицами пятишиллинговую монетку это монетка у вас зажата вас будет осанка хорошая и голос хорошо звучать с этой монеткой мы очень веселились людмила стафанной петрушевской она как-то мне сказал не какой-то вот я читаю сказки тогда она читала сказки от общества знаний свои замечательные сказки которые я обожаю этот них что-то у меня с голосом 15 минут она освоила несколько упражнений а у меня было к этой неприятности и звоню она мне говорит не к зажмите пятишиллинговую монетку и сразу голос становится на место становится хорошая осанка и человек уже не визит не кричит не не эмоционально не читал он уже говорит на своем центре речевом вот очень важно знать где твой центр вы же чему я написала никогда в деревне не жила вот но смысл такой что мне просто очень нравится русская речь мне очень нравится как она звучит и мне очень нравится речь именно деревенская потому что в ней сохранилась вот эта мелодия и я собственно и написала эту пьесу ради ради этого ну например приходит милиционер продавщицы и говорит дождь какой будто наворожил кто я это на подслушивая это нашла и вот эти вот вещи мне ну это не они я тут ничего не придумываю у нас и слава богу сколько замечательных драматургов которые это делают очень хорошо я это делаю вот потому что ну вот я вам скажу так вот это когда есть свободное время когда у тебя какой-то между двумя работами просвет организовался то всегда хочется делать то чего ты никогда не делал и вот так возникла эта пьеса пока она еще не поставлена не знаю даже где поставить я все больше как-то шекспира ставлю софокова да вот чехова так пушкина пушкина а вот косинком ставить я пока еще не решилась я думаю что был у вас еще такой проект индивидуальность профессионализм личность да такой проект был у нас собственно идет этот проект но это вот собственно и есть что понимать профессиональность у человека это глобальное свойство вот если вот я могу это сказать про ирину слуцкую и про мою подругу малис версей который живет во франции биолог она что меня два театра в мой тембр с французами работали спектакль три сестры французы говорили по-французски русские по-русски очень все хорошо было и не хватало няньки она вышла на пенсию я говорю слушай малис давай игра няньку нас она вообще на не пела ничего она петь должна там колыбельную вы знаете у нее есть профессиональная хватка у малис и поэтому вот эта профессиональная хватка дает возможность профессионально подойти к любому делу которое ты никогда не делал но у тебя есть хватка и вот когда у человека она есть эта хватка профессионально его очень можно научить профессиям довольно далеко от стоящим от его основной профессии а вот когда нету человека профессиональных вот он везде любитель даже себе опыт большой а профессии нет и поэтому опыт это ум дураков он не заменяет профессию а вот человек с профессиональной хваткой на спортивных вот как ирина вот у нее хватка есть вот вот даешь и она держит и вот это очень важное качество в людях профессионализм например ты пишешь пиши со всеми знаками припинания в русском языке есть йо я пишу все йо я пишу йо отформатировать если вот компьютер да то отформатировать чтобы на это можно посмотреть то есть не шлепать как попало вот понимаете во всем вы должна быть вот это японцы здорово делают поэтому не так далеко ушли потому что вот все то небольшое что вот ну вот что можно человеку сделать вот там что-то порвалось нужно за разошить нельзя себе позволять не иметь этого сикари у японцев есть понятие сикари это значит слишком достоинство как она проявляется вот в метро все сидят и вот молодой человек пьяный раскис подходит более пожилой человек и говорит молодой человек у вас нет сикари или старик и старуха у них умер сын и у них отклеились вырезанные рисуночки на окнах из бумаги пришел гость и говорит у вас говорит сикари исчезает то есть при всех обстоятельствах или тоже прекрасный пример в магазине у девочки у девушки нет пианино она приходит в магазин где продают пианино начинает там тренироваться играть и вот приходит пробует ноты и все это наплевать она играет она научится играть вот это сикари самое главное в человеке должно быть всегда время для того чтобы ты занимался творчеством где бы ты ни находился в очереди то там находишься и когда будет вот у меня нет места для занятия по речи не нужно специального помещения ты сидишь там или в машине или в метро и себе произносишь какие-то там согласный главный например очень хорошо утром произнеси звук и делал злые глаза потому что если вот вы попробуйте с добрыми глазами не получается это рычащий звук но он очень человека хорошо будет а потом еще можно вспомнить на кого вы сердитесь порычать прочать того выходать начинаете но вот темперамент уже проснулся а вот звук Это на ночь произносится. Прослабляет. Да, потому что если вы на ночь будете рычать, будете плохо спать от этого. Но потом ещё потрогать позвоночник и послушать вибрации. И вот когда они попадают, направить их к позвоночнику мысленно. А голос слушается мысли. А вот звук, скажем, есть такой звук ж. Если его давиться, чтобы он звучал в ребрах, это звук такой, он действует как лёгкий наркотик. Человек балдеет. От вибраций. От вибраций. И поэтому мне не надо ни пить, ни курить, потому что у меня всё это есть. Просто ж. Нет, нужно представить, что вы жук. Да, что вы жук, и что у вас на лице жучиное выражение. Ж. Он, знаете, как этот бульдозер, он думает, что он очень сильный. У него же крылья эти. Ж. У него там хитиновая оболочка. Головогрудь у него, у него отдельно нет, у него головогрудь вместе. Ж. Он такой весь. И всё это начинает звучать. А ещё если вот так акустику взять, то, значит, звук, звук, он как свет. Это тоже мало кто знает почему-то. Но вот направить туда, как вот, иногда люди не знают, вот они говорят, и они не умеют направить голос. Вот мячик вот, люди бросают, понимают, что он бросит мячик и тренируются. А с голосом думают, что он сам пойдёт. А он не пойдёт, он как собака, ему нужно показать, куда идти. Он туда и побежит. Ну и вот, значит, там, скажем, взять и направить, вот, видите, стена, вот уже другое звучание. А вот здесь другое звучание, вот у Церетели, в его, значит, зале. Вот если вот туда направить, смотрите, как там получается. Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их читать, совсем седой, смешной, забытый, в старомодном, странном, тиреневом камзоле. И посмотрите, как звучит эта скульптура. Где-нибудь в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, один, 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 со всей любовью покончив Казанова. Вот уже и эхо пошло. Также нужно понимать, как в пространстве располагается голос, он как жидкость должен располагаться. То есть подача голоса? Не подача, там посыл, это все. Просто нужно, глаза должны работать. Вот глаза, это как вот у компьютера... Курсор. Да. Вот ты смотришь, вот взгляд. Когда взгляд никуда не смотрит, слепые глаза у артиста, у него и голос никуда не идет, он не знает, куда ему идти. А когда он отследит пространство, вот видите, сейчас я... Вот это пространство, это одно пространство. Там другое. Потолок, вот здесь замечательно звучит потолок. Слышите, как он? На свидание к тебе, опоздаю. Весну в придачу захвативши, приду, седая. По-разному совершенно. А теперь в пол. На свидание к тебе, опоздаю. Весну в придачу захвативши, приду, седая. Ты его высоко назначил. Потрясающе. Ну, сейчас мы научим наших телегрителей со стенами разговаривать. А потом можно голосом играть, как мяч. Вот есть такое упражнение театральное. Би-бэ-ба-бо-бу. Вот он и скачет, голос. То есть с ним можно играть. Это как наше второе я. Почему? Глаз, голос. Одно и то же слово. И по-французски тоже. Вуа-вуа. Дорога, голос. Потому что глаз, когда он не сочетается с голосом, у человека не будет. Он не петь хорошо не будет, не говорить. То есть взаимосвязь идет? Абсолютно. Ну, вот глаз, он, ну, он, ну, как в компьютере, вот, направляет мысль, направляет. То есть мысль должна быть куда-то направлена. И мысль окрашивается голосом. И вот когда человек направит куда-то, вот, голос, он начинает уже взаимодействовать. Вот сейчас я с Артемом буду взаимодействовать. Вот он, вот здесь должен почувствовать, вот, скажем, ну, что ему сказать. Царь Дакий, господень Бич, Атилла, предшественник железного храмца, рожденного седым. Вот я лично ему говорю. Ладно, потом узнаем, почувствовала или нет. Лариса Александровна, вот после спектакля «Антигона» какие дальнейшие творческие планы? Дальнейшие творческие планы – это на сегодняшний день не одна забота, чтобы этот спектакль, он совершенно, как сказать, он с одной стороны очень дорогой, а с другой стороны, с точки зрения общепринятой, он некоммерческий. У меня там 16 человек. Очень многие города хотят взять этот спектакль на фестивале, все, но театр – это бедные сейчас. А вы представляете, сейчас повышается почти вдвое на самолет, значит, я на самолете не смогу повезти артистов, значит, нас приглашают сейчас на два фестиваля, и вот они голову ломают, как наши 16 человек, все антрепризы сейчас, не больше пяти человек. А я что-то такой 16 человек, мне слава богу, помог человек, один из моих учеников самых талантливых, он мне помог создать этот спектакль, я сама не смогла бы этого сделать. И актеры из разных театров, очень хорошие, это у нас замечательная группа, я их всех отбирала, все их селекционировала, и очень хорошие ребята. Вот, но теперь, еще как зритель, я не знаю, как он отнесется, вот первый раз у нас был спектакль на Страстном, после спектакля сразу, утречком, в «Известиях» вышла хулительная статья, причем ничего о работе, ничего не говорилось, просто заранее подготовленная статья, быстренько-быстренько, в федеральной прессе. Но, к счастью, потом появились другие, появятся другие статьи, потому что хорошую статью написать нельзя за один день с утречка. Ну, конечно. Вот, поэтому подготовили, быстренько сделали и посмотрели, как будет. И помогли нам очень этим, потому что господин Марголес, спасибо ему большое, написал эту статью, потому что в этой статье там на компьютере еще есть клипы были и картины из нашего спектакля. И они достаточно веселые, хорошие были клипы, поэтому, так сказать, они как бы не иллюстрировали того, что он написал. А потом он послужил ферментом для того, чтобы стали писать сейчас хорошие статьи. В «Культуре» должна выйти, очень хорошая статья. В газете, да? Да, в «Газете культура», еще в ряде газет. Вот, и мы поначалу вроде как были ошарашены, а потом, ну, это обычно так бывает. Вот, знаете, когда прибой морской, ну что сначала прибивается к берегу? Вот, так что мы ждем чистой воды. И тоже надо принять во внимание, даже статья, когда она заведомо отрицательная, там всегда есть какие-то вещи, о которых стоит подумать. Поэтому за это тоже спасибо. Надо пересмотреть какие-то вещи, доделаться. 10 первых спектаклей, спектакль доводится. Он сырой еще у нас. Поэтому мы еще его и делаем, и стараемся, и работаем над ним. Ну, так же, как со словом «Полку Игореву» было, потому что тоже первые спектакли все как-то были. Ну, потому что он не вкладывается в понятие обычного спектакля, на то, что эта работа огромная, невооруженным глазом видно. То есть пока больше планов вперед после отрицательной? Ну, планы есть, как же. Есть у меня план поставить один тоже спектакль. Ну, вот мне говорил Аникст когда-то, посмотрел один мой шекспировский спектакль, говорит, Ника, поставьте, пожалуйста, комедию. И артёсты просят, потому что после трагедии полтора года занимались, им так хочется какую-нибудь комедию. Вот я сейчас думаю, что поставить. Ну, еще есть один спектакль, который я давно хочу поставить. Он, его написал македонец. И называется это «Последний мужчина, последняя женщина». И, вы знаете, тут хорошо, на трех человек на любой фестиваль может сорваться и поехать. Любая антреприза? Да. Три человека. Так что вот планы. И потом вообще какие-то планы есть. Я сейчас книжку должна написать, вот, все-таки ее стихами. И вот, а вот по поводу всего этого переживания, потому что, ну, естественно, не всем спектакль нравится. И тут я вспоминаю Сен-Белла, критика. Он говорит, что если все говорят хорошо о спектакле, то я на нее не пойду. Если все говорят плохо, я тоже не пойду. А вот если спорят... Тогда надо сходить, посмотреть. Да, я как-то утешаюсь, потому что о моих спектаклях всегда очень много спорят. И всегда очень много и, с одной стороны, сторонников, с другой стороны, недоброжелателей. Как это так, они все мобилизуются, и идет жизнь. Вот по этому поводу у меня есть такое. Постарайся смеяться весело, если тебя в безвоздушном пространстве подвесили. Постарайся острить тонко, коль толкнули на лед топки. Храни верность своей конфессии, режиссерской профессии. То есть режиссер должен это уметь пережить. Ну, к сожалению, час подходит к концу. Кому, к сожалению, кому с радостью, потому что я думаю, как уже развлекать-то народ. Ну, разве что станцевать. Но это вот не позволит штука. Я думаю, так хорошо поговорили обо всем. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам на прямой эфир. И вам спасибо. И вам спасибо, что вы сегодня были с нами. А лаверды. Прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok